Хюрджет является первым реактивным учебно-тренировочным и легким боевым самолетом, полностью разработанным в Турции. Он должен сменить учебные самолеты Т-38 и учебно-боевые F-5 в рамках программы создания Турции собственного истребителя пятого поколения TFX, который реализуется с 2017 года. Турецкий учебно-тренировочный боевой самолет Хюрджет оснащен импортным двигателем, но в планах Анкары заменить его отечественной силовой установкой. Турецкая сторона неоднократно отмечала, что Хюрджет по своим характеристикам будет превосходить некоторые имеющиеся сейчас на вооружении истребители. «В скором времени Хюрджет будет дооборудован отечественным вооружением и радарами и поступит в ВВС. Он сможет частично заменить имеющиеся у нас на вооружении самолеты F-16. Мы передадим Хюрджет вооруженным силам, и из этого самолета будут сформированы отдельные эскадрильи». Относительно разработанного турецкими компаниями истребителя пятого поколения Каан, президент Эрдоган указал, что через несколько лет по окончанию всех тестов самолет будет передан в ВВС. В планах ВВС Турции разместить Хюрджеты на палубе недавно представленного первого отечественного десантного и авианесущего корабля «Анадолу». Турция же тогда станет одной из пяти стран мира, которые производят подобные самолеты пятого поколения. Благодаря новейшим технологиям, в частности, невидимости для радаров, Каан сможет незаметно пробираться в самый тыл врага. Турецкий сверхзвуковой реактивный самолет Хюрджет 25 апреля успешно совершил первый полет. Глава Департамента обороны и промышленности Турции Исмаил Денир ранее заявил, что создаваемый турецкими специалистами истребитель в рамках проекта ТФХ по тактико-техническим характеристикам превзойдет американский F-35. Этот проект реализуется с целью заменить состоящие на вооружении турецких ВВС самолеты F-16.